Если ты тоже хочешь прокачать свои карты до максимального уровня, но у тебя нет возможности задонатить крупную сумму, ты можешь перейти на сайт, где по дешевке открывать сундуки и с возможностью выиграть неплохую сумму гемов, которую сможешь задонатить себе на счет. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. По любым вопросам сайта обращаться к администратору, ссылка есть на сайте. Субтитры сделал DimaTorzok огромную благодарность каждому, кто поставил лайк. Я не ожидал, что так быстро мы наберем лайки. И давайте продолжать в этом же духе. Я сегодня прокачаю Хога до 10 уровня, покажу колоды, поиграем в глобали. Но давайте на этом ролике также наберем 5000 лайков. Блин, это будет очень круто. И вы напишите в комментариях, какую вы бы еще хотели видеть карту, чтобы я прокачал, ну, возможно, Рарку до 10 уровня. Любая команка у меня доступна до 13, то есть до максимального. Любая абсолютно команка я могу прокачать до 13. Но команки не так интересно, как Рарки. Поэтому, если вам интересны какие-то карты, чтобы я прокачал до 10 уровня и составил с ними, допустим, колоду, то давайте 5000 лайков на этом ролике. Вы подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Ну и колокольчик включайте, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Потому что я стараюсь для вас. Что ж, дерзайте. Ну а я, ребятки, как и обещал, прокачаю Хога до 10 уровня. Потому что вы набрали определенное количество лайков. И сегодня я уже приготовил для вас колоды. Сейчас я вам их покажу. Но для начала предлагаю улучшить Хога до 10 уровня. И это просто безумно круто, потому что я очень хочу играть с Хогом, ребятки. Ну что ж, Хогушка, 10 уровня. Лайк, поехали. И так просто 800 карт ушло. Отлично. Осталось, ребята, 1000 карт насобирать. И он у меня будет 11 уровня. Ребята, 11 уровня Хог. Это вам не шутки. Я это сделаю. Я его качну до 11 уровня. Ну, на это, конечно, понадобятся некие усилия и, конечно же, затраты. Но я это сделаю, если вы будете поддерживать. Ради вас готов на все. Итак, ребятки. Значит, теперь о колодах поговорим. Первая дека выглядит следующим образом. Меня кто-то либо на стриме, либо в комментариях, не помню, спрашивал. Покажи колоду своего Соклана. В боях там, вот, мой Соклан. Он говорит, крутая дека. Но это не только дека моего Соклана. Левша с этой декой. То есть мой бустер играет. Клан мой, кстати, тоже, если хотите, вступайте. Ну и вот я решил, почему бы и нет. Вроде бы реально дека неплохая. Это первая колода, с которой мы сегодня поиграем. Вторая дека, ребят. Вторая дека выглядит следующим образом. Это популярная также колода. Хок плюс Молния. Но только тут есть еще другие составы этой деки. То есть вместо Торнадо, я знаю, что есть надгроби. Вместо, по-моему, маленького дракончика тут Палач. Но, насчет Палача не знаю. Возможно, он и лучше будет, но он дороже. Ну а вот насчет Торнадо, ребят. Ну, надгроби убивается там бревном, либо фаером. А вот Торнадо, Торнадо, ты Торнадо никак не убьешь. Это спелл крутой и реально его, если грамотно использовать, то он в дефе очень качественный. Третья колода, ребят. Третья колода, сразу скажу, это колода ГХГ. Она авторская, по-моему, он и сам составил. Я хочу с ней попробовать, потому что у меня печка десятого. А я больше колод с печкой и хогом не нашел. Поэтому будет вот такая вот дека. И последняя колода выглядит следующим, ребят, образом. Это дека топов сейчас. Она просто... Я зашел в мировой топ и просто листаю, и практически у каждого вижу эту колоду. Не знаю, что в ней такого крутого. Ну, будем пробовать. В общем, ребят, начнем мы вот с этой колоды. Но, я хочу вас предупредить, что я не умею играть с хогом. Но я обязательно научусь. Мне надо хотя бы, ну, пару дней, недельку поиграть. И я, естественно, привыкну к деке. Ну, абсолютно так, как с каждой новой колодой. Как только я меняю колоду, у меня начинаются проигрыши. Поэтому, ребят, если я сейчас буду проигрывать, возможно, что-то вырежу. Возможно, что-то вставлю. Либо, пожалуйста, не бомбите. Потому что, ну, реально, мне очень трудно будет адаптироваться. Так как хог, это, ну, не простая карта. Тут реально надо уметь играть. И иногда я путаюсь и не знаю, что выбрасывать в определенном цикле. В общем, я надеюсь, что все будет окей. Десятый хог топчик. Предлагаю пойти в бой. И, ребятки, погнали. Двенадцатый уровень нам подбирается. Окей. Чем мне эта колода нравится? Тем, что я не парюсь для дефа против голема, против гиганта. Ну, хог там, хога и так остановить можно. Так, это и против лавы тоже париться не буду. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте выбросим хога по правой стороне. Мне говорили, если на тебя идет пуш, то сразу же иди по правой стороне. Ну, точнее, по другой стороне. Так, хорошо. Тут мы ставим инферно. Так, отлично. Сейчас бы фаербол бы закинуть вот сюда. Вот так вот бросаем фаер. И на щенков лавы, и на шарик. Отлично. Шарик, надеюсь, мы уничтожим. Отлично. Да, все, отлично. Шарик уничтожили. И, по-моему, мы нанесли больше урона, чем он. Нет, нет, не больше. К сожалению. К сожалению, не больше. Но, ребятки, я еще не привык, серьезно. Возможно, что-то неправильно сделал. Наверное, не надо было делать сплит лучниц. Хотя хзы. Хотя хзы. Так. Ведьма с правой стороны. Наверное, он хочет, чтобы я не пошел хогом. Ну, давайте здесь лучниц. Уничтожим ведьму и перейдем в атаку, что ли. Я не знаю. Так. Давайте тут рыцаря. Тут рыцарь. Тут инферно. Так. Надеюсь, лучница, хоть одна лучница обратит внимание на лаву. Нет, к сожалению, нет. Но я думаю, что этого будет достаточно. Мы задефались. Духа ледяного я не буду использовать, потому что мне сейчас нечем контрить шар. Я использую хога. Я использую хога для отличения разных юнитов. Типа мегамухи и трехминьончиков. К сожалению, у меня не было сразу эликсира на бревно. Так бы я его выбросил наперед. И, возможно, даже невозможно. А хог бы сделал очень много тычек. Моя колода быстрая. Я прокручиваюсь. Снова давайте до хога крутиться. Тут лучницы плюс ледяной дух. Изи. Контрим. Хорошо. И поехали хогом в атаку сразу же. Хорошо. Шарик не долетает. Армия скелетов. По-моему, еще нет у него армии скелетов. Поэтому хог, смотрите, делает две тычки. Это для нас хорошо. Потому что у нас каждая тычка решающая. Тут мы ставим инферну. И, по-моему, я ее поставил криво. Да, я ее поставил. А нет, нет, не криво. Давайте тут фаер. Тут у нас лучницы. Тут у нас лучницы. Убивают летучих мышей. Отлично. Все пока хорошо идет. Молния. Вязается молния. Давайте скелетиков. Плюс рыцарь. Плюс хог. И плюс бревно наперед. Плюс бревно наперед. Отлично. И хог доходит к вышке. И делает раз тычку. Два тычку. Три тычку. И четвертую. Все. Решающая тыка была. Теперь мы просто делаем вот так. Вот так. И вот так. Все. И... Блин, куда я фаер слил? Лол. Ладно, ладно. Мы все равно идем в атаку. Еще раз хог плюс бревно. И победа. Да. Да, победа. Блин. Круто. Круто, что первая каточка была у меня победной. Я очень рад. Я очень рад. Да. С этой колодой против лавы, допустим, изи. Но, опять-таки, еще зависит от вашего противника, как он хорошо играет. Ну что. С этой декой я, скорее всего, буду реально учиться и пытаться с ней тащить. Потому что, ну, это дека топчик, ребят. Переходим ко второй колоде. Ребят, вторая дека, ну, мне не совсем нравится. Потому что, ну, тут воздушных юнитов реально, ну, прям очень мало. Поэтому я предлагаю маленького дракончика заменить на палача. Как-никак, у палача немножко больше ДПС. Серьезно. И все. Тут, по сути, больше воздушных юнитов нету. Поэтому тут надо крутиться. И, ну, я не знаю, насчет этой колоды, ребят. Я не сильно в ней уверен. Могу проиграть. Поэтому давайте сначала перейдем к колоде ГХГ. А потом уже вернемся к тем колодам, которые я больше всего в них сомневаюсь. Потом мы подведем, естественно, итоги. И я скажу, какая дека мне больше всего понравилась. В общем, давайте. Дека ГХГ. Правда, мне тут девятые арарочки в основном все. Ну, не знаю. Посмотрим, что получится. 3,6 эликсира. Поехали. С этой декой также, ребят, нужно привыкнуть. Я думаю, что не каждый с ней сыграет. Ну, сейчас посмотрим. У меня печка. И хок десятого. Блин. Я должен тащить. Круто. Сразу есть печка. Сразу мы ее... А как бы ее поставить? Вот. Ну, вот так, наверное. Вот так. Блин. Нормально поставил печку. И по правой стороне заходи, кто хочет, называется. Это вышибала. Окей. Мы по правой стороне поехали. Чтобы, я не знаю. Ну, чтобы он дефол хога, да. И чтобы, я думаю, это кладбище. Вот. И чтобы он не выбросил кладбище. Как бы нам тут так, как, так, так. Ну, вот так, наверное. Мушкетера. Ставим мушкетера. Я думаю, убиваем. Убиваем его вышибалу. Хорошо, что у меня есть валька для таких жирных юнитов, как вышибала. И все-таки он нанес одну тычку по печке. Так. Это надгробие. Я предлагаю кинуть фаер. Потому что, ну, у меня больше нету никаких карт. Сливаем фаер. Убиваем его надгробие. Ребят, это палач. Да. Это, скорее всего, скорее всего, это кладбище. У нас есть валька. По сути-то я должен как-то дефаться, да. Ага. Еще и... Гигант. Я надеюсь, кладбище... Ну, сейчас он не выбросит. Поэтому, блин, вальку криво слил. Вальку слил криво, потому что палач задевает моих всех юнитов. Тут у нас пойдет мушкетер. Блин, надо было мушкетера сначала на гиганта. Ну, хотя нормально и так. Нормально и так. Мы пока сравнялись. Пока сравняли счет. И пока наравне. Ну, блин. Я неправильно сделал. Мне нужно валькирию было кинуть за гигантом. Чтобы убить палача. И чтобы он хотя бы мегамуху не дамажил. Потому что, ну, пришлось еще тратить мушкетера. Ребятки. Ну, вышибало идет. Че, поехали. Поехали. Пок. Фризом... Не, фризом не буду накрывать. Ну, бревно, естественно, заюзаю. Потому что тыку должен сделать. Нет, не делает. К сожалению. Ну, ладно. Давайте тут печку ставим. Ставим ее на левую сторону. Потому что, ну... Будут дефаться по одной стороне. А печка пускай наносит по другой. Так. Хорошо. Я не знаю. Фаер может кинуть. Давайте. Валькирия плюс хок. И плюс, ребятки, фриз. Посмотрим, чем он ответит. Окей. Окей. Давайте, давайте. Я сейчас фризану еще. Тыка. Еще. Отлично. Фриз. Хорошо. Тут мушкетер. Отлично. Тут там мегамуха. И там остается, ребят, 7 хп, которые мы добьем бревном. Так. Тут нужно оттолкнуть. Ну, все равно добьет, добьет, добьет он эту вышку. Окей. Так. Так, так, так. Здесь мы выбросим вальку. Вальку. Блин, ребятки. Что-то я тут затупил очень сильно. Прям очень сильно туплю. Так. Давайте тут мушкетера. Мне главное... Э, где мое бревно? Мне главное добить вышку. Ну, давайте добиваем вышку. 9 секунд остается. Ну, я хызы, хызы. Что делать? Тут мы добиваем. Тут мы подбрасываем хога. Нас живой мушкетер. Давайте готовим фриз. Готовим фриз. Мега муха. Такс. Отлично. Бросаем фаер наперед. И что получается у нас? Получается победа. Да. Да, ребятки. И этой декой я затащил. Мне безумно понравилось. Серьезно. Было круто. Хотя, у меня такие ощущения, что... Ну, вот как-то я сыграл неправильно. Вот серьезно. Вот что-то мне тут не... Ну, не то, что не нравится. Просто как-то... Я плохо понимаю эту деку. Ну, мне понравилось. Серьезно. Итак, ребятки. Переходим к пятой колоде. Точнее, уж к третьей. К третьей. Пятая это на... В пятом слоте лежит. Но... Так-то третья колода. Вот. И я вот сейчас на вот... Насчет этой колоды и насчет этой колоды очень сильно сомневаюсь. И сомневаюсь не в том плане, что она тащит. Я в этом уверен. Потому что это дека топов. Блин, они на 6400 сидят. Но я не знаю, как с ними правильно играть. Да и прокачка, видимо, у меня... Ну, вроде бы классная, да. Но все равно желательно, конечно, иметь четвертую принцессу. Голема до девятого. Поэтому я не знаю, что делать. Но предлагаю пойти... Ну, я вам просто колоду показываю. Но, возможно, в следующих роликах продемонстрирую онлайн-атаки. С этой колодой я не сильно хочу идти в бой. Наверное, схожу вот с этой декой. Это последняя колода, с которой я схожу сегодня с Хогом. А вот эту оставлю, возможно, на потом. Если вы захотите, да, чтобы я показал. Я вам покажу. Поехали. Но, опять же, я не уверен, ребят. Если проиграю, не судите меня строго, пожалуйста. Потому что я с Хогом еще не привык. Поехали, ребятки. Ну, блин, ощущения безумно крутые. Потому что, ну, десятый Хог. Это так круто. Это так классно вообще. Поехали. Двенадцатый уровень. Так. Можно, в принципе, духом сейчас нанести урон. Давайте, давайте. Духом бросаем духа. Интересно, даст он мне нанести урон или нет. Нет, не дает. Окей. Но я все равно жду его первый ход. И в зависимости от этого я пойду либо вышибала, либо палачом. Посмотрим, чем он начнет атаку. Но я уже увидел скелетиков. И у меня уже предположение, что у него колода недорогая. Окей, поехали. Выбросил он воздушного юнита. Поэтому я выбрасываю палача. Еще один юнит будет. И я пойду, наверное, в атаку. Хотя нет, посмотрим. Вышибала. Окей, мы тоже вышибалу. Мы тоже вышибалу. И еще рыцаря в придачу. Еще. Ага. Это кладбище, ребятки. Это кладбище. Можете не сомневаться в этом. Так. Ну, мы задефались. Мы задефались. Поэтому мы можем себе позволить пойти, ребят, в атаку. Но. Если у него есть торнадо, то это беда, ребят. Это серьезная беда. Ну да. У него есть торнадо. Собственно. О чем я и говорил. Это беда. Это сложно. Это нужно реально очень круто играть. Я смотрел атаки топов, как они играют. Ну, блин. Ну, там так трудно вывозить против торнадо. Серьезно. У меня нет такого скилла, чтобы... Ну, хотя сейчас все используют эту карту. Ладно. Я ему нанес больше урона. И это радует. Но у него активировано главное здание. Это не радует, соответственно. Так. Ну, давайте. Поехали. Палач. Поехали. Палач. У него есть поизон, да. У меня молния. Жду еще какого-то юнита. И пину свою молнию. Наверное. Так. Давай еще кого-то. Ну, подбрасывай. Блин. Никого он не выбрасывает. Поэтому, блин, нужно было... Давайте тут торнадо используем. Тут используем торнадо. Мне самое главное уничтожить палача. Не получилось. Все, ребят. Я тут, наверное, слил. Я тут, наверное, слил. И... Блин. Ну, очень неправильно я сделал. Нужно все-таки было подождать молнию немножко. И... Да, да. Тут я проиграл. Блин. Стыдно очень. Очень. Очень стыдно. Реально. Ну, со мной согласится каждый, ребят. Хаговод, который играет с Хогом. Он согласится со мной, что против торнадо реально трудно играть. И это... Ну, тут надо как-то выруливать. Я не знаю. Я вот допустил ошибку. Однозначно. Я не должен был сейчас использовать, возможно, торнадо. Я не должен был, наверное, сейчас использовать молнию на одного вышибалу. То есть я свои ошибки вижу. Однозначно. Вот сейчас... Вот сейчас я попадаю по всем трем юнитам. Поэтому делаю вот так вот молнию. Отлично. Мы уничтожаем... Уничтожаем всех юнитов его. Блин. Так, так, так. Хотя, смотрите, еще Хог живой. Поэтому давайте подбрасываем бревно. Отлично. Ну, и хоть какой-то урон мы наносим. Тут мы рыцаря выбросим. Тут мы выбросим вышибалу. Вышибала, да. Задефает. А, все. Пять секунд осталось. Ну, да. Собственно, это все. Ну, я бы мог поиграть, если бы не отдал бы левую вышку. Я бы еще что-нибудь, может, покрутил бы. Ну, опять. Можно сделать скидку на то, что, ребят, я не умею играть этой колодой. Ну, серьезно. Ну, вы уж извините, что я проиграл. Я не знаю. Меня просто... Трудно, вот согласитесь. Трудно взять, поменять колоду и вот сразу тащить. Но я думаю, что не каждый так сможет. Поэтому я буду делать скидку на то, что я просто не умею этой декой играть. Ну, и противник оказался не такой уж и плохой. Поэтому проиграть это нормально. Это нормальное явление, потому что это ошибки, над которыми я буду всегда работать. Ну, что, ребятки. На этом я буду выпуск завершать. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Я надеюсь, вы поставите лайк. Подпишитесь на канал. Ключите колокольчик. Будете ждать мой новый выпуск. Я считаю, что мы сыграли неплохо. Я вам показал сегодня три колод... Ну, показал четыре, но сыграл только трима. Поэтому могу подытожить, естественно. Итак, значит, на первое место я отнесу, естественно, вот эту колоду. Мне с ней больше всего понравилось. И меня здесь просто успокаивает то, что здесь есть инферно. Ну, реально, мне это нравится. На второе место поставлю вот эту деку. Потому что с печкой, с фризом. Круто играть, по фану. И мне эта дека тоже понравилась. Но ее отношу на втором месте. Потому что она дороже. Ну, и эту деку ставлю на третье место. Возможно, это не сильно объективное мнение. Потому что, ну, эта дека все-таки пользуется популярностью. С ней топ и тачат. Но я просто с ней не умею играть. Я чисто для себя сделал вот такую вот оценку. И распределил эти деки по местам. А решать и делать выводы вам, какую деку брать я... Надеюсь, что вам ролик понравился. Подписываемся на канал, ребят. Ждите мою новую выпуск. И на этом я буду прощаться. Желаю удачи. И до новых встреч, ребятки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok